В эфире программа Точки над И. Здравствуйте! О главных событиях недели, каким их увидели наши корреспонденты. Дела сердечные. Новый кардиоцентр в Самаре примет первых пациентов в 2016 году. Правда, для этого все должны сработать в срок. Почему в Самаре даже в этом вопросе умудрились погрязнуть в бюрократических проволочках? Птичку жалко. Как сейчас выглядит ситуация вокруг обшаровской птицефабрики? Почему пернатый бизнес терпит убытки и как сделать его прибыльным? Новый Chevrolet Niva – особая экономическая зона. В каком направлении движется отечественный автопром, а вместе с ним и Тольятти? Когда промедление равноценно смерти. Не сгущаю краски, потому что речь пойдет о сердечных заболеваниях. Подвело сердце. По статистике, это главная причина смертности по всей стране. Самарский регион не исключение. Нет, коррозологический центр в Самаре, конечно, есть и даже под завязку, укомплектован современным оборудованием. Но вот в чем проблема. Пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями меньше не становится. Понятно, что экстренным больным с инфарктами и инсультами помощь оказывают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А вот плановые пациенты, в зависимости от состояния здоровья, записываются в так называемый лист ожидания. Разрешить сердечный вопрос сможет строительство современного корпуса при кардиодиспансере. Задачу губернатор Николай Меркушкин поставил еще в 2012 году, были даже достигнуты предварительные договоренности. Но, как выяснилось, в Самаре даже в решении столь острой сердечной проблемы умудрились погрязнуть в бюрократических проволочках. А бессердечности не только. Анна Архипова. Часть пациентов, как один, точно скажут. До попадания в сердечно-сосудистое отделение в лучшем случае о сердце знали только, где оно находится. Я на больничном был всего два раза в жизни. Это один раз в них со сломанной ногой. Как сюда попал, плохо помню. Знаю только, что мне стало нехорошо. Как раз только на работу приехал. Коллеги вызвали скорую помощь. Скорая помощь приехала быстро, буквально минут 3-4. Дальше все как в тумане. Я прожила один год, не знала, где с какой стороны сердце у меня бьется. Проблема с сердцем начали 27 сентября. Перенесла инфаркт. 3,5 тысячи операций на сердце в прошлом году выполнили в областном кардиологическом диспансере. За цифрами сухой статистики, врачебных отчетов, жизни. Экстренных больных принимают 24 часа 7 дней в неделю. А вот плановым пациентам в зависимости от состояния здоровья приходится подождать. Коронарография – первый основной этап диагностики заболеваний сосудов сердца. Именно он позволяет определиться с дальнейшей тактикой лечения. В настоящий момент время ожидания планового обследования составляет 3 месяца. Сократить его можно, приобретя еще один ангиограф. Но разместить его в кардиоцентре пока нет технической возможности. Места не хватает не только дополнительному ангиографу. Дорогостоящее оборудование в этих корпусах порой невозможно разместить по техническим причинам. Типовая застройка 70-х не позволяет. В рамках опять этого же здания нам невозможно уже ставить современное оборудование. Вот что само по себе, собственно говоря, дорогостоящую проблему получить. Но даже если есть возможность его приобрести, мы уже не имеем возможности его сюда ставить. Не можем уже организовать потоки, так как это положено на современном уровне. Построить новый, оснащенный самым современным оборудованием корпус – задача, поставленная главой региона. Предварительные условия его создания Николай Меркушкин обговорил с инвесторами еще в ноябре позапрошлого года. Камнем предкновения стал клочок земли. По непонятным причинам, часть больничного сквера, согласно городскому генплану, отдана под строительство жилья. Процедура возвращения его в собственность больницы растянулась на 8 месяцев. В итоге потерян год. Из Ж4 на С3. Такой ход единогласно одобрили самарцы в ходе публичных слушаний. Теперь эта часть сквера официально перевезена из зоны многоэтажной жилищной застройки в зону обслуживания населения местного и районного значения. И именно здесь, к 2016 году, планируют построить новый корпус кардиоцентра. Этой процедуры и вовсе можно было избежать и выиграть время. Но зачем? Можно сослаться на нормативы и четко прописанные сроки выполнения любых работ. Даже если есть пути короче и проще. Пройти которыми муниципальные чиновники, по всей видимости, не посчитали нужным. Мы можем что угодно говорить, как угодно говорить, как мы работаем. Вот этот факт говорит о том, это беспредел. Просто беспредел. Планировалось кардиоцентр в 2015 году. Вот. Годом раньше. С участком под застройку разобрались. Но на этом бюрократические проволочки не исчерпаны. Прежде чем строители выйдут на площадку, нужно провести межевание территории. А по все тем же преслабутым нормативам процедура занимает 40 дней. Глава региона дал понять, что можно и пошевелиться. Межевание. Два месяца идет. Но должно быть два дня. Два дня максимум. Это работает хорошо. Новый корпус появится в рамках государственно-частного партнерства. Схема такова. Строительство и оснащение за счет небюджетных средств. А это порядка трех миллиардов рублей. Уже решено. Рабочие на площадку выйдут в марте. А через два года объект будет сдан под ключ. На общей площади свыше 25 тысяч квадратных метров разместятся диагностическое отделение, восемь операционных, реанимационный комплекс. Медицинское оборудование сейчас полностью практически идет инновация. В течение года меняются новые модели. То есть все развивается, скажем так, очень бурно. У нас будет возможность уже к моменту окончания строительства закупить самое новое оборудование. То есть не то, которое сейчас современно, а то, которое будет современно завтра. Новый, оснащенный по последнему слову кардиодиспансер, должен стать уникальным в России. А значит, за квалифицированной помощью сюда потянутся пациенты из других регионов. Пока в общей картине Самарская область в этом вопросе отстает от гораздо меньших областей. В частности, от Татарстана, отмечал в послании губернатор Николай Меркушкин. Это деньги в медицину, приходящие извне. Извне. И у нас тут баланс оказался 50-50. Сколько приезжают, и почти столько же наших лечатся за пределами. Причем не в Москве или за рубежом. Создание нового оснащенного кардиодиспансера, реконструкция областного спеццентра в Самаре, а в этом году и в Тольятти. Модернизация и еще раз модернизация. Только так в регионе можно оздоровить систему здравоохранения. Только заинтересованы в этом должны быть все, чтобы бумажная волокита не становилась синонимом бессердечия. О делах сердечных и не только мы поговорили с ректором Самарского медуниверситета Геннадием Котельниковым. Не обошлись стороной и острые темы. О колоссальном разрыве в зарплатах руководства и высококвалифицированных специалистов. Конечно, о кадровом голоде и о том, ждут ли нас в IT-медицине. А если не ждут, то как попасть туда без приглашения? Смотрим. Геннадий Петрович, здравствуйте. Поводов для нашего сегодняшнего разговора несколько, но я все-таки предлагаю начать со строительства кардиоцентра в Самаре современного. На Ваш взгляд, уровень оказания помощи таким срочным пациентам с инфарктом, с инсультом в регионе он каков? Сейчас в очереди есть. И больные ожидают. Вот в листе ожидания надо год, полтора и даже больше по некоторым показаниям. Но там и срочность особая нечего. Завтра надо операцию делать. Это вот что касается проведения операции, да, Вы затронули. А вот что касается, когда помощь нужна буквально здесь и сейчас. Такая модель, когда, допустим, к пациенту с инфарктом или с инсультом, с подозрением, приезжает специализированная машина с оборудованием и отвозит человека сразу в специализированный центр. Это совершенная модель, на Ваш взгляд? Я считаю, что, может быть, как и любая модель, она несовершенна в плане, вот, что на всю оставшуюся жизнь такая модель должна быть. Время всякие коррективы вносит в это решение без всякого соединения. Появляется новый техник, появляется новая машина, появляется новые возможности. То есть, человеку что-то случилось, вот инсульт, например, инсульт, то есть, это что такое, ну, тропа, затрамбировал сосуд. Больного доставляет, мгновенно обследует, видит, где закупорен этот сосуд и удаляет, вот так скажем, я очень примитивно расскажу. Ну, на пальцах, конечно. На пальцах, да, чтобы было понятно нашим слушателям, телезрителям. Удаляет этот троп и восстанавливается кровотом. Новый кардиоцентр – это вот одна из составляющих. Вот такой момент в послании губернатор говорил о том, что самарский регион и самарская медицина должна стать привлекательной, в том числе и для иногородних пациентов. На ваш взгляд, когда это может произойти? В силу целого ряда причин, объективных, субъективных причин, мы, как бы, так скажем, начали не то, что, мы начали отставать в развитии. И это провело к провисанию нашего здравоохранения, нашего региона. Когда говорил губернатор, что к нам бы приезжали на лечение жителей других регионов, к примеру, Самарский област, или тем более из-за рубежа, это не сама цель, что вот они бы приезжали сюда, а показатель того, что люди, условно говоря, из Ульяновской, из Пельзенской областей, там, из Чувашии, Марии, к примеру, едут лечиться сюда, в Самарский област. Это показатель уровня здравоохранения. Вот это мило идут. Едут, значит, доверяют. Едут, значит, доверяют. Например, в Германии едут, и туда едут со всего мира. Потому что немцы, они очень пунктуальны, они очень обязательны. Ошибки бывают и могут быть в любом, в любой операционной, но у них этих ошибок, они, вариант ошибок, это сведет до минимума. Поэтому это является показателем вот такого. Проблема здравоохранения в регионе есть, лишь 25% больных, которые лечатся у нас, удовлетворены качеством оказания медицинской помощи. Это очень плохой показатель. Появилась такая, понимаете, вот тенденция, сейчас же идет омоложение врачебного состава, сестринского. И вот молодые люди плохо разговаривают с больными. Плохо в том плане, что они не умеют разговаривать. Зашел, да, да, здравствуй, как, куда с ног шел. Нужно подговорить с каждым больным. И я, кстати, говорю официально, что врачи такие есть. Такие есть. Но некоторые сейчас жесткие правила теперешней жизни, они вот уводят вот эти вот эмоциональные моменты на второй план. Рубль, заработать. А заработный плат пока у врачей и медицинских работник достаточно невысокий. Финансовую составляющую, как раз таки, вот этого вопроса затронул в послании губернатор. Он говорил о порой колоссальной разнице и разрыве в зарплатах главных врачей и медицинского персонала. Согласен тоже с этим. Согласен. Потому что есть, так скажем, такие, ну, мягко назовем их рекомендации. Они законно проговорены. Но заработная плата врача главного не должна отличаться от средней зарплаты по лечебному учреждению, которому он руководил. Ну, в 3-5 раз. Не больше должно быть. А когда главный врач получает 300 тысяч рублей. 300 тысяч. Такие зарплаты у нас есть в Самарском регионе? Есть, такие зарплаты есть. И надо месяц-полтора и все навести порядок. Взять за полгода, за год среднюю зарплату посмотреть. Конечно, надо понимать, что если человек руководит лечебным учреждением, где тысячи коек и где 300 коек. Ну, так грубо скажем, да и зарплата должна быть. Если не в 3 раза, то, по крайней мере, ну, в 2,5-2 раза больше или меньше. Вот это все должно быть дифференцировано, все четко должно быть сформулировано. Вот сразу напрашивается разговор все-таки о кадровом голоде. Он сейчас есть? Насколько он... Понятно, что он сейчас есть, но насколько вот он сейчас сильный? Есть подготовленные врачи. Нам их хватает в стране. Они не работают в здравоохранении. Выложат работу в Елковке, в Пестравке, в Красном Яре. Люди, которые не хотят жить в тех условиях, в сельских, с плохой дорогой, с грязью. С отсутствием детского сада и так далее. С отсутствием детского сада, с отсутствием квартиры. Значит, мы должны все это пересмотреть очень быстро. Оклад человек проработал со старшим, у него 10 лет, а у него оклад 9 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. И такие оклады есть, к сожалению. К сожалению, у медицинских сестер. Нет системы обеспечения общежития медицинских сестер, нет квартир. В ВУЗе появится центр прорывных технологий, я так понимаю, этот вопрос уже решен. Вот мы как-то в прорыв пошли, вот совпадение такое, выиграли очень серьезный грант. И по эти технологии мы сейчас сделали 3D-виртуальную хирургу, вот этот вот прибор такой 3D-виртуальный обучающий, так скажем, симуляционный. Потому что хирургу надо учить не то, что резать где-то должен сейчас, он же должен вот на этом приборе. И там все по этапу, ты разрезаешь вот эти вот, ну все идет вот, вот и до все операции, да. Проходит вот и до вот на экране. Мы сделали 3D-виртуальный атлас, то есть где вот, ну анатомия человека, ты же представляешь, вот на картинке можно нарисовать в одной плоскости. А это ты в 3D-изображении видишься. Если резюмировать, может быть формула такая, да, формула, или вот какие составляющие нам нужны все-таки, чтобы сказать, что вот ниша IT-медицины, да, мы в нее вхожи, и мы там нужны. Мы должны производить что-то свое. Вполне возможно, что мы сумеем за счет имеющихся производства в области обеспечить серийный выпуск этого 3D-виртуального хирургу. Илья Петрович, спасибо большое, что уделили нам время и расставили точки на «Д». Тема здравоохранения на этой неделе была в Центре внимания и в Тольятти. Речь пойдет о перинатальном центре при 5-й городской больнице и строительстве новой поликлиники в Автозаводском районе. С нее и начнем. Сейчас в так называемом новом районе Автограда одна поликлиника на тысячи человек. Вопрос, не терпящий отлагательств, неоднократно подчеркивал губернатор Николай Меркушкин. В решении проблемы пошли путем реорганизации. Быстрее, дешевле, но не значит, что хуже по качеству. Городскую больницу разместят в здании бывшей школы. Разумеется, после глобальной реконструкции. Строители рапортуют, внутренняя облицовка завершена, осталось обшить фасад. Но не тут-то было. Вообще-то нужно не только быстро, но в первую очередь качественно. Вот если будет снова так же, как в этом ряду, вы все переложите. Я понимаю, что это не будет. Или ни рубля не будет оплачено. Потому что любой строитель положили клетку для ВП или еще что-то положил, и только по нему ходит. Только. Потом все привели в порядок, убрали, и будет вечно как... А тут не вымоешь, и всегда будешь заходить как в грязное помещение. Отмечу, что новая поликлиника должна принять первых пациентов уже осенью этого года. У строителей есть время устранить недоделки. По пути работы над ошибками уже прошли в пятой городской больнице в перинатальном центре. Во время одного из визитов Николай Меркушкин отметил, что мелочей в таких вопросах не бывает. Серый цвет стен будущим мамам и малышам позитивного настроя точно не добавит. Исправились. Смотря в окно, просто видя эти яркие цвета, уже намного интереснее становится и радостнее на душе. Несколько дизайн-проектов, как будет выглядеть обновленный роддом, предложили выбрать будущим мамам. Реставрация затронула не только фасад, привели в порядок внутренний двор. Но не только о форме, разумеется, о содержании. Программа модернизации перинатального центра разработана, деньги в областном бюджете уже запланированы. Через два года инфраструктура роддома должна соответствовать европейским стандартам. Увеличится количество палат для совместного пребывания матери и ребенка. Для беременных оборудуют отделение одного дня. Это позволит избежать длительной госпитализации, если нет необходимости. Для Тольятти вообще эта неделя выдалась знаковой. Бу Андерсон официально вступил в должность президента АвтоВАЗа. Его кандидатуру утвердил Совет директоров еще в конце прошлого года. Ждали, когда у Андерсона закончится контракт в группе компаний «ГАЗ». Перспективы развития АвтоВАЗа, обновления модельного ряда и социальную поддержку сотрудников обсудили глава региона и президент автозавода. Сотрудничество будет плодотворным. Андерсон поделился, что ему хотелось бы, чтобы шутки по поводу отечественного автопрома остались в прошлом. Не до шуток и на АДЖМ АвтоВАЗе. Там пошел обратный отчет в ожидании первого автомобиля «Шевроле Нива» нового поколения. Старт производства запланирован на декабрь 2015 года. Интрига сохраняется. Ни одной официальной фотографии автомобиля нет. Но руководство завода уверяет, что изменения будут радикальными. Они коснутся и внешнего вида авто, и, разумеется, его начинки. Параметры двигателя, трансмиссии и тормозной системы будут другими. Один из первых автомобилей обещал приобрести губернатор Николай Меркушкин. Глава региона принял участие в презентации проекта. Развернулись и в особой экономической зоне. Подготовка производственных мощностей идет полным ходом. Напомню, якорный резидент – JV Systems – поставщик автокомпонентов для нового проекта. Этой площадке губернатор уделил особое внимание. Олег Зверев расскажет подробности. Всего полгода назад в особой экономической зоне Тольятти началось строительство производственных помещений JV Systems. И вот результат. За это время установили металлоконструкции, логистического комплекса, цехов, сварки и штамповки, возводится склад комплектующих. Это дочерние предприятия компании GM АвтоВАЗ станет якорным резидентом территории. Степной пейзаж стремительно превращается в индустриальный. Проект находится на постоянном контроле губернатора. Что успели сделать? Николай Меркушкин в очередной раз прибыл в Тольятти, чтобы на месте оценить, как идут работы. Все уже заметно. Начали летом. Пожалуйста, не только вышли из земли, но и монтируется каркас. Монтируется каркас, что я думаю, если мы приедем сюда где-нибудь в мае-июне условно, то мы тут увидим уже цеха практически. Все правильно. Оборудование летом начинается с завозки оборудования и монтаж оборудования. Опыт имеет быстро строить. Вон как быстро потом достроил Ладу-Арену. Теперь все подчинено главной цели. GM АвтоВАЗ готовит конвейер для серийного производства автомобиля Chevrolet Niva второго поколения. Намечен срок – декабрь 2015 года. О новой машине говорили уже на самом предприятии. Объем инвестиций составит более 200 миллионов долларов США. У Chevrolet Niva будет не только новая внешность. Улучшатся характеристики двигателя, трансмиссии, тормозной системы. За время модернизации будет создано более тысячи рабочих мест. Будут инвестиции в людей. Мы для нового производства обеспечим более тысячи рабочих мест. Будем проводить тренинги и обучение, необходимые для работы. Чтобы знала вся Россия, мы громко хотим заявить на весь мир. Тольятти – столица автомобильного бизнеса в России. По словам губернатора, одну из первых машин он собирается купить для личного пользования. А дальше предполагается ежегодно отправлять с конвейера 120 тысяч новых автомобилей. К слову, это больше, чем общий объем производства соседнего Ульяновского автозавода. Конечно, что Тольятти – это центр российской автомобильного строения. И делать все для этого, чтобы он был таким, сохранился таким. Естественно, мы тоже в этом абсолютно с вами солидарны. Мы точно так же хотим этого и чем можем, будем помогать. Естественно, уже в особое экономическое звание у вас будут условия существенно выгоднее, чем там, где вы сейчас находитесь. Те производства, которые будут там, знаете, там и налогообложения, и многие другие вопросы. По словам руководства предприятия, их задача – создать по-настоящему народный автомобиль в расчете на тот сегмент рынка, который не занят вазовскими новинками. А какой будет новая модель, станет известно уже в этом году. Большая презентация пройдет на московском международном автосалоне. История с продолжением, и пока в ней больше вопросов, чем ответов. Я имею в виду закрытие Обшаровской птицефабрики. Производство остановили еще в прошлом году, а 900 человек попросили уволиться по собственному желанию. Пока фабрика в подвешенном состоянии, от собственника получить комментарии не удалось, а вот люди общаются охотно. Одного или двух героев для сюжета искать мы не стали умышленно. На Обшаровской птицефабрике трудились 900 человек, и здесь можно спросить у любого. Ситуация как под копирку. Я два месяца уже без работы. Кредит я платить не знаю чем. Просто не знаю вообще. Если фабрика дальше не будет... В долг можно взять у людей, но это же надо будет отдавать. Отдавать должны многие. Кредиты на более-менее крупные покупки есть практически в каждой семье. Встречаются и такие, где без работы остались оба. И муж, и жена. Каждый скажет, что нас заставили уволиться. Нам просто сказали, что мы будем работать. Ну как бы хозяин будет другой, поэтому нужно написать заявление, нужно уволиться. Ну вот видите как. То ли был кто-то, кто хотел нас взять, то ли на самом деле никого не было, просто нас обманывали. В итоге, когда увольнение, никто не писал и говорил с этим человеком, что зарплату он не получит. Да, да. А как бы терять эти копейки, как сказать? Ну как копейки, как жить? Вот сейчас мы сидим, и нет у нас средств никаких. Вот. Поэтому люди шли на это. Я вот еще хотел бы, конечно, сделать заявление, вот именно для прокуратуры, именно в области, и для следственного комитета, чтобы они вот занялись, приехали. Мы, пожалуйста, какие вопросы... Ну вот привозили нам молоко, например, 30 пакетов. Берешь ты его, не берешь. У нас зарплата высчитывается. Сколько каждый пакет, например, стоит. Привозят также сыр, также творог, масло, сметану. Но независимо, берешь, есть у тебя корову, нет коровы, это все... Это обязательно зарплату. Дают тебе ведомость, ты расписываешься. Мне все равно, что вы будете говорить. Нет, а что вы там на камеру? Просто мне просили, чтобы здесь никого не было. Кто просил? На фабрику нельзя пускать. Ну, есть хозяин, частная организация. Со съемочной группой все понятно. Идти за заборник, кто и не собирался, частные владения, закон есть закон. А вот теперь уже бывшие сотрудники оставить птицефабрику просто не могут. У нас люди, добровольцы ходят и работают здесь бесплатно, лишь бы только не встала фабрика, чтобы не замерзла. У нас есть компрессорный цех, который не должен стоять, он должен работать постоянно, потому что там аммиак. И котельная, чтобы было отопление, чтобы не размерзлось все. Такая самоотверженность определяется просто. На птицефабрике 900 сотрудников, а из них 600 жителей Обшаровки. А теперь для понимания ситуации. Сельское поселение Обшаровка. Это три села и два поселка. Здесь проживает чуть больше 6 тысяч человек. Есть три школы, один техникум и поликлиника. Работа именно в сельском хозяйстве, на элеваторе, у частных фермеров и здесь, на птицефабрике. Собственно, все. Заработная плата на птичьем производстве 12-15 тысяч рублей. Как там, за забором, рассказывают сотрудники. Там старое оборудование, все. Все трухлявые. Строицехи закажут из досок, сляпают дырочки опять. Не за границей нужно было ехать учиться, какие мы выводы должны делать. А от нас должны были учиться, какие мы выводы даем, на каких машинах, на каком оборудовании. Все ржавое, все трухлявое. И тем не менее, на этом оборудовании, на этом мы давали такие объемы. Мы хотим работать и умеем работать. 50 грамм, 55, 60 грамм доходили. Это лучшие привесы в области, понимаете. На нашем старом оборудовании. На старом оборудовании. 38 веков. Когда открылось собрание, нам всегда объявляли, что наша фабрика в прибыль. У нее медали есть золотые, и грамоты, и все. А теперь она почему-то в убытке, и она не дает ни прибыли. Ездили на все выставки. На 800 миллионов рублей долгов перед банками и еще 100 миллионов перед поставщиками кормов приводят данные в областном Минсельхозе. И отмечают при этом 70 миллионов рублей, положенные по господдержке на компенсацию затрат на закупу кормов, предприятие получило. Несколько факторов послужили остановке птицефабрики. Один из факторов – это большая закредитованность перед банками и перед поставщиками кормов. Второй фактор – это низкая цена реализации на сегодняшний день в птицеводстве, которая сложилась. И закупка кормов осталась на уровне 2013 года. То есть в 2013 году корма были высокая цена закупки, они сохранились на этот момент. На сегодняшний день информации об процедуре банкротства пока нет. Ищутся пути выхода из сложившейся ситуации. Она на самом деле очень сложная. В сложных условиях не только обшаровка. С проблемой столкнулись и в других регионах, например, в Пензенской области. Дело в том, что закупочная цена мяса птицы на рынке резко упала. А стоимость кормов осталась на уровне прошлого года. В итоге – серьезные издержки. Крупным предприятиям выжить при таких условиях, разумеется, проще. При больших объемах производства себестоимость продукции ниже. Мощность обшаровской же птицефабрики – 13 тысяч тонн мяса в год. Этого мало. А на ветхом оборудовании больше объема – просто не выжить. Для того, чтобы произвести модернизацию производства, сегодня и подыскивается инвестор, который зайдет туда и вложит значительные средства, чтобы увеличить объем производства с 13 тысяч хотя бы до 35 тысяч тонн. Тогда эта себестоимость мяса птицы будет уже значительно снижена. И, естественно, уже конкурентоспособное предприятие будет работать. Пока о потенциальных инвесторах говорят с осторожностью, не называя ни фирм, ни фамилий. Бывшие сотрудники в один голос твердят на работу хоть сейчас. Инкубатор можно через час запустить. Через час можно собрать людей, и люди через час соберутся здесь, соберутся и запустят инкубатор, закладывая яйцо и работая. Надеются вернуться, но, естественно, пока идут в службу занятости. 30 километров от обшаровки, село Приволжье. В очереди в основном коллеги. По данным областного Минтруда, в центр занятости пока обратились больше 200 человек. Правда, еще далеко не все получили необходимые документы на бывшей работе. Человек пришел, принес все документы, которые нужны для того, чтобы он был зарегистрирован в качестве безработного. Начинается ему поиск подходящей работы. В данный момент вакансий по Приволжье очень мало, по Приволжскому району. Поэтому мы запросили другие центры занятости, нам ответили, что, например, есть, пожалуйста, вахтовый метод. Птицафабрика может взять, это Тимашская птицафабрика, она может взять 120 человек. Вакансии все те же самые. Вахтовым методом на работу на Сочинскую олимпиаду подбирают варианты из текущих вакансий. И в Приволжском районе мужчинам в этом плане проще. У меня четыре детей. Как я могу их бросить, но я не могу уехать из дома на производство судьбы, детей бросить. Я это не представляю. Еще один нюанс. При всем при этом область сама себя обеспечивает мясом птицы только на 50%. То есть потребность есть, а возможности нет. Что касается Обшаровки, фабрика элементарно морально устарела. В 90-е она была на высоте, по словам специалистов, рентабельность доходила до 70%. Но от прибыли в модернизацию производства собственник вкладывал гроши. Вот и получили то, что имеем. Элементарные законы рынка в современных условиях со старыми подходами далеко не уедешь. Казалось бы мелочь, где содержать цыпленка, но это только мнение обывателя. Специалисты утверждают, что растить птицу в клетках уже не актуально. Так называемый напольный тип содержания буквально на свободе и прогрессивнее, и экономичнее. Тонкостей в птичьем производстве много. Сергиевский район. Здесь будет все по последнему слову. Производственные цеха, административный комплекс, свой комбикормовый завод. Чем отличается сам комплекс? Сам комплекс полностью инновационный. То есть все лучшее, что только есть в мировых, в европейских разработках, именно в птицеводстве, будет применено здесь. Косовщики отбираются лучшие, лучшие из лучших, и по качеству, и по цене соответственно. И все это будет применяться здесь. Ставки на высоксихологичное оборудование оправдаются прибылью. Мощность нового производства – 18-20 тысяч тонн продукции в час. Что касается экономики – самый уязвимый пункт бизнеса, то, от чего сейчас многие птицефабрики и страдают – закупка кормов, точнее цена на них. Здесь грамотное решение в логистике. Комбикормовый завод расположится по соседству. Что касается темпов строительства, то к весне намерены возводить стены. Будущая птицефабрика позже подтянет к себе еще две – Кротовскую и Подбельскую. Они будут восстановлены, так называемый птичий треугольник. Крупному холдингу проще выдержать конкуренцию. У нас есть планы развития, есть программы развития, по которым нужно двигаться. И они будут находиться в одном холдинге. Тогда проще будет им выживать, когда они будут решать один и тот же вопрос. Вопрос по обшаровской птицефабрике остается открытым. Мы будем следить за ситуацией. А пока на сегодня все. Точки на дыр оставим снова уже на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин